Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня 9 октября 2022 года. Традиционная рубрика прямой диалог, в которой как всегда в режиме полной прозрачности отвечу на ваши вопросы. Надеюсь, что ответы будут полезны. И перед этим давайте поговорим о рынке в целом, что произошло за эту неделю, какие перспективы, новые нюансы, новые вводные. Итак, по индексу S&P 500 был неплохой рост, неплохой отскок. Позитив имели инвесторы. Я уже не раз говорил, что для инвестиционных входов на средний срок, на долгосрок цены сейчас замечательные. Мы видим это и по индексу, который очень уже значительно скорректировался, по крупным компаниям, которые очень хорошо также ушли в коррекцию. Тут сильные техи, крупные компании. Все стоит, ну не сказать, что уже по бросовым ценам продается, но цены очень замечательные, которых мы давно в рынке не видели. И понимая дешевизну рынка, я думаю, многие инвесторы имеют интерес к приобретениям, к долгосрочным входам. Соответственно, когда у S&P 500, у бумаг, там казначейских, ипотечных, трежерис и прочих нет значимого продавца в виде ФРС, видим, как рынок откупают инвесторы. Соответственно, начинают откупать, ФРС распродает свои активы, и мы можем идти к новым минимумам или получать некоторую коррекцию в этом отношении. Значит, был и позитив, и распродажа, тут ничего нового, в общем-то, не происходит, и плюсы, и минусы. Что примечательного, хотел бы отметить, наблюдаю за динамикой изъятия ликвидности от резервных банков, это значительный момент в борьбе с инфляцией, и обратите внимание, тут какой позитивный момент появился. Появился позитивный момент с сентября, и, как мы видим, ликвидность изымали достаточно в скромных объемах. Почему, по моему мнению, так происходило, почему объемы были скромные, хотя разрешение на изъятие со стороны ФРС было в районе 90 миллиардов долларов, если не ошибусь. Соответственно, могли изымать гораздо больше, но при даже скромных объемах изъятия индекс катился очень хорошо вниз. Соответственно, цены на ряд компаний, входящих в S&P 500, S&P 500, аж всего-навсего INX, который формирует свою базу, исходя из состояния компаний конкретных, было дорого. Инвесторы осознавали риски, риски рецессии, там высокие инфляции, никто особо в больших объемах покупать не хотел. Соответственно, даже небольшое изъятие из рынка вызывало волну распродаж в таком формате. Что же сейчас мы видим? Сейчас мы видим дешевые цены на рынке и, соответственно, повышенный интерес инвесторов. Я со своей позиции, как инвестор, могу тоже говорить о том, что очень интересные цены на многие активы уже с перспективой, скажем так, на год, на два, замечательная цена, есть желание покупать, есть желание вкладываться в американский рынок, чего не наблюдалось. Например, когда мы с вами обсуждали эти вопросы год назад, даже полгода назад, спрашивали, стоит ли там заходить в Microsoft и все прочее. Не было такого интереса значительного, как сейчас. Сейчас же он появляется, не исключая продолжение дальнейшего снижения, потому что баланс расчищать, еще и расчищать, как говорится. Но, вот обращаю ваше внимание, что, в принципе, динамика по стоимости индексов та же самая, там ничего значительным образом не изменилось, но ФРС может продавать, давайте приблизим, значительно больший объем средств. То есть тут с 14 сентября, ну или давайте возьмем, чтобы для верности, скажем, 8,8 триллиона долларов составлял баланс резервных банков. И, соответственно, в настоящее время, вот 5 октября была точка предоставления данных, значительным образом сократилось количество активов. То есть тут можно посчитать 41 и 22, где-то 63 миллиарда долларов за месяц ушло. При прежней динамике в районе 20-25 миллиардов. То есть покупатели идут, покупатели, значит, совершают приобретение и ФРС в большем объеме может продавать активы, расчищать баланс, тем самым изымая средства и ликвидность из рынка. И, как следствие, это влияет на инфляцию, инфляция снижается, помимо этого ставки поднимаются. То есть чем ниже будет стоимость активов, тем больше интерес будет инвесторов. И, как следствие, ФРС может более активно распродавать свои бумаги имеющиеся. Это вот такой момент, он довольно-таки значимый, который говорит о том, что покупатель в рынке набирает силу. Но до планового объема изъятия в 95 миллиардов все-таки еще, ну скажем так, не то чтобы далеко, но плюс 50% еще нужно изымать из рынка. Поэтому я бы не совершал каких-то там действий, исходя из этого, что покупатель, да, появился, объемы появились покупательские. И вот прям-таки залетать или что-то какие-то сделки на этом фоне совершать, я бы не стал. Позиция наблюдения и приобретения тех активов, которые в текущей цене уже устраивают инвесторы, исходя из стратегии. То есть какую-то новостную, спекулятивную бы деятельность я не вел в этом отношении. Цены замечательные, может еще поснижаться. Может быть, если ФРС продолжит борьбу с инфляцией, она будет эффективна. Если не ошибаюсь, 13-го числа будет отчет по инфляции. Значит, 2-го ноября будет заключение по ставкам по ФРС. И исходя из этого рынок может постепенно начать восстанавливаться, либо штурмовать новые минимумы. То есть какого-то явного позитива пока нет, кроме того, что масса покупателей приходит, начала приходить на рынок. Что еще хотел бы отметить? Я думаю, по индексам понятно. По золоту, собственно, исходя из собственных целей и планов, приобрел некоторый объем золота, физического золота. Я не верю в металлические счета, в приобретение через какие-то фонды, через российских брокеров. Потому что сегодня есть, завтра нет. Это мое субъективное такое ощущение. То есть никому его не навязываю. Но для сохранения баланса, для снижения рисков я сторонник физического золота. Пусть это не очень удобно, не очень, не так выгодно, скажем так, как может быть приобретение фонда, фонда Тинькова на золото, где-то на безличных металлических счетах и так далее. Но за все приходится платить, если хочется снизить риски того, что пройдет изъятие активов, что заморозка будет каких-либо золотых фондов или полный арест счетов ввиду необходимости поддержки экономики. Соответственно, за это необходимо платить и плата это составляет порядка 10-12% ориентир в настоящее время по золоту. Ну, пожалуй, все о рынке, о российском рынке тоже поговорим. Я думаю, будут какие-то вопросы по российским компаниям. Пока ожидание снижения по российскому рынку, поскольку позитивных моментов нет, на мой взгляд. И давайте перейдем к вашим вопросам. Первый вопрос от Максимус. Денис, в последнем ролике говорили, что запишите, наверное, отдельный ролик о том, какие сейчас отрасли имеет смысл подбирать. Расскажите, пожалуйста, какие. Да, ролик такой планировал записать, вчера собирался, но было недостаточно времени. Я его сделаю, постараюсь сделать, как появится на то возможность. Если кратенько, интересны сейчас рейты, на мой взгляд. Особенно если приобретать их через иностранного брокера, где налог на дивиденды будет не 30%, как у российского, а будет 10%. Это интересные компании. Есть различные внутри рейтов инвестиционные стратегии, тактики. К примеру, можно взять ростовые рейты. Например, это ProLogis, то же самое, складская деятельность. Там есть и дивиденды, и в основном ростовой потенциал. Есть и конкретно дивидендные истории, в которых стабильность предоставления объектов недвижимости, плюс дивидендные выплаты. Там Simon Property Group, Realty Income, кому, в общем-то, что ближе. Разная, конечно, у всех цель. Разное финансовое состояние у данных компаний. Есть хорошие, есть плохие. Не стоит воспринимать те названия, которые, тикеры, которые я обозначаю, как какую-то рекомендацию к приобретению. Ни в коем случае. Это просто-напросто примеры видов рейтов. Есть и ростовые рейты, хотя любой рейт должен 90% от прибыли отдавать в качестве дивидендов. Но есть развивающиеся. Есть такие консервативные, которые уже, в общем-то, занимают такую существенную часть пространства в области недвижимости. И можно обозначить какие-то сугубо дивидендные бумаги. Рейты, медицинское оборудование достаточно интересно начали восстанавливаться. Ну и, в общем-то, ряд других активов по техам есть интересные. Моменты. Я все-таки сделаю ролик на эту тему и думаю, что будет полезно. Так, от Виталика следующий вопрос. Добрый день, Денис. Спасибо за ваш труд. Всем уже известно о следующем повышении ФРС учетной ставки 1 ноября. Да. И, скорее всего, весь рынок полетит вниз. Стоит ли перед этим событием продавать активы, которые находятся в минусе в этот момент? А после падения закупить их по новой. Заранее спасибо. Спасибо за лайки. Вы знаете, не все так очевидно, что все полетит вниз. То есть, рынок события закладывает уже заранее в цены. И та риторика, которую имеет ФРС в текущем заседании, которое было, например, недавно, оно уже определяет будущее настроение. Соответственно, по этой риторике можно определять степень увеличения этой ставки, ориентир увеличения. Если не ошибусь, там 3,754. Следующий прогноз с максимальной долей вероятности. И что я хочу сказать? То, что в цену уже частично заложены вот эти вот моменты поднятия ставки. Плюс-минус ставка может быть. Они могут сильно ее поднять, могут в соответствии с прогнозом ее поднять, могут ниже прогноза. Но ниже прогноза маловероятно, поскольку все-таки инфляция еще имеет место быть. Но в скором времени будет озвучено, может быть, там темпы борьбы с инфляцией увеличились. Насколько помню, там прогноз по инфляции, который будет озвучен 13-10 месяца, это 8,1%. Соответственно, не факт, что рынки полетят вниз, они могут отреагировать и позитивно, поскольку изъятие ликвидности, как вы видите, идет более высоким темпом. Соответственно, изъятие ликвидности, оно быстрее закладывается в борьбу с инфляцией, как фактор противодействующий, чем увеличение ставок. Потому что ставки увеличили, да, компании со временем там смогут меньше кредитные плечи брать и все прочее, но это растянуто. То есть там отсрочка под этим событием, она может достигать года, полутора лет. А вот напрямую деньги из системы забрать, прямо-таки взять и сейчас забрать, это гораздо более действенный метод. Собственно, почему инфляцию раздули? Потому что деньги вдували в систему и инфляция какие-то темпами, скажем, росла более широкими, высокими. Поэтому то, что упадет, далеко не факт и я бы не стал на это опираться, на это событие как-то ставить, что вот сейчас перед ним продать, потом точно откупить дешевле. Вполне вероятно, что снизится, будет опять же от настроений озвученных ФРС зависеть данные ситуации. ФРС ведь тоже еще тема манипулятора, это в общем-то не скрывается и неплохо, они должны быть манипуляторами. Они регулируют рынки, они ставки регулируют, они настроение регулируют. То есть они должны управлять этим процессом и манипулирование, это не всегда плохо, это хорошо, когда оно работает, когда есть это манипулирование. Они могут своей речи придать позитива, что у нас с отличными темпами, все в соответствии с планом мы там боремся, все у нас замечательно. Тогда рынки могут позитивно отреагировать на события, которые произойдет. Если же при том же самом событии ФРС скажет, что борьба с инфляцией остается приоритетной задачей, довольно сложной задачей для нас, мы готовы к ужесточению мер по борьбе с инфляцией. Вот ровно то же самое событие, в тот же самый день он вызовет снижение значительного рынка. Поэтому делать какую-то ставку, прогнозируя на то, какие слова скажет глава ФРС, я бы не стал, но еще риски снижения остаются, безусловно, возможности для этого есть. Такие вот события я бы не отыгрывал, скажем так, тут не все так очевидно. Это так же, как было очевидно, знаете, когда рубль окреп, и все понимали, что текущий курс рубля, ну еще даже вот я вспоминаю, может быть пару месяцев назад зачастую, такие мысли в инвестиционных тематических каналах мелькали о том, что максимально эффективно можно вложиться, это условно говоря, купить доллар на счет. И естественно же, 100%, ведь рубль столько не стоит, он рано или поздно, скорее всего, в течение недели, двух максимум месяца, он упадет по отношению к доллару, можно будет отлично заработать и так далее. И многие люди, используя плечи кредитные, маржу и все прочее, они большими объемами ставили на снижение рубля, а он раз и еще дополнительно окреп по отношению к остальным валютам. Тут ничего очевидного нет, это политика, экономика, куча огромных событий, которые влияют в максимальной степени, в минимальной степени, или может быть ряд событий, которые могут произойти вроде бы негативных для какого-то явления, но их последовательность, их совокупность окажет какое-то обратное воздействие на эту ситуацию. Новостной фон очень сложно отыгрывать, это в максимальной степени рулетка я бы не стал планировать. Моя текущая позиция, это небольшое количество средств остались у меня в Тинькове, там да, позиции есть, я их приобрел. Основные приобретения планирую делать в Interactive Brokers, постараюсь, чтобы деньги туда пришли, перечисление будет в юанях. И исходя из рынка, исходя из тех факторов, которые будут иметь место быть, на тот момент, я бы их не стал сейчас предсказывать, будут уже приниматься какие-то решения. Но вот все-таки новостной фон я бы не старался отыгрывать. От Вадима следующий вопрос. Денис, добрый день, подскажите, какая стратегия может быть для подбора таких активов Google, Amazon, Microsoft? Что вы думаете о перспективах полупроводниковой отрасли в целом на ближайшие 1-3 года? Для подбора активов, в первую очередь, долгосрочная стратегия, она подразумевает, в принципе, приобретение этих компаний. Они сейчас стоят недорого, но просто в этом случае не стоит расстраиваться, если они продолжат свое снижение. Снижение они продолжить, ну, безусловно, могут, поскольку являются значительной частью и значительной составляющей, основной даже составляющей индексы S&P 500. Если будет распродаваться индекс, если будет увеличиваться доходность облигаций, Treasuries, часть денег пойдет туда, будет выходить из рынка. ФРС может тоже распродажи устраивать. Тут, в принципе, эти продажи могут иметь место быть, но цены уже хорошие и какую-то стратегию можно для себя вырабатывать. Приобретение от уровней, например, собственно, компаний в хороших ценах, долгосрочные, не стал бы, опять же, там спекулятивно. Что-то спекулятивно, да, от уровней, пожалуй, можно покупать. В любом случае, рождается более широкий объем покупок от каких-либо уровней. Особенно, чем он ниже, этот уровень приобретения в стоимости, тем более широкий идет объем приобретений со стороны инвесторов. То есть сейчас мы уже видим неплохие такие вот импульсы покупателей на приобретение. Вообще, в первую очередь, стратегия, конечно, по ним долгосрочная или как минимум среднесрочная. Средний срок по данным компаниям есть уверенность, ну, в общем-то, исходя из вашей стратегии. Долгосрок 100% средний срок с высокой долей вероятности приобретения. Краткосрочно я бы от уровней их рассматривал. Собственно, уровни, давайте вот, что Microsoft где-то в голову сразу приходит. Я помню, что я по нему уровни строил. Давайте его посмотрим. Сейчас он уровня не достиг. Вот 225, я считаю, будет замечательным уровнем, если он к нему сходит. Тут при предыдущем отскоке сформировался уровень, но не сильный, на 233. Я думаю, что высока вероятность откупа Амазона в понедельник. Давайте посмотрим по Google. Вот Google такой с нейтральной динамикой. Microsoft с нейтральной динамикой. Я бы поставил свои как бы мысли касательно приобретения. Больше вот Амазон меня в этом смысле интересует. Ну, я думаю, что и Google, и Microsoft откупят довольно-таки прилично в понедельник. Будем на это рассчитывать. Хотя в понедельник, по-моему, день Колумба в США. Соответственно, можно ориентироваться на вторник, если хотите короткосрочной стратегии придерживаться. Так, по полупроводникам на ближайшие 1-3 года. Ну, собственно, ситуация по полупроводникам не поменялась. Был дефицит сильнейший. Полупроводниковые компании очень значительно выросли, хорошо себя чувствовали. У них начали заходить инвесторы в огромных объемах. Но правы были те инвесторы и те покупатели, которые заходили в начале. Когда уже на хайпе начали люди заходить, понятно, что там уже интереса значительного не было. На 1-3 года затухание интереса планируется к полупроводникам. Но они уже сократились в стоимости. И я бы не сказал, что они уже дорогие. То есть они после этого бурного роста очень сильно снизились. Ну, если взять, не знаю, ту же самую, кто у меня тут под мышкой рядышком есть. Так, так, так. Ну, вот NVIDIA тоже самое. То есть она относится к полупроводникам, в том числе коррекция по ней составила около 66, почти 70% коррекции. То есть уже сократилась очень значительно. И перспективы снижения финансовых потоков на горизонте 1-3 года, они уже заложены в стоимость. Субстанами МД, вот я ее недавно в контроль добавил, поскольку есть интерес. Вот она пришла сейчас к уровню поддержки, тоже в качестве информации. Тоже по ней коррекция очень значительная прошла. Ну, те же самые 65% практически. То есть уже в цены заложили. Эти негативные моменты совсем недорогая AMD. Ну, не сказать, что дешевая, но просто недорогая. NVIDIA недорогая. И каких-то значимых потенциалов, там, отскоков, полета вверх, там, выше своих максимумов, конечно, не будет. Это все был хайп, о котором мы многократно говорили. Многие не желали в это верить. Я даже AMD специально не касался в роликах, потому что, как уже не раз говорил, по моим наблюдениям, психологически, видимо, какой-то к инвесторам имеет отношение. Не трогай Apple, AMD и, пожалуй, Interactive Brokers. Вот почему-то люди очень агрессивно реагируют. Тут, кто покупает эти компании, видимо, какой-то психологический склад. Лучше не говорить там негативно про эти компании, потому что получаешь огромное количество негативных комментариев, что вы все врете, там, это самая лучшая видеокарта AMD, я ее себе купил, там, у меня телефон Apple и все прочее. То есть, безотносительно к бизнесу компании почему-то инвесторы начинают так агрессивно реагировать. Ну, как мы видим, собственно, баланс, есть баланс. И как бы хорошо кто-то не отзывался о чем-либо, все равно любая система стремится к балансу. Это не бывает вечных двигателей и каких-то алхимических свойств. Я думаю, что те, кто давно смотрят канал, знают, что я сторонник оценки бизнеса. И тот бизнес, который не приносит высоких доходов, но стоит очень-очень дорого в моменте, естественно, он стремится к балансировке, стремится к снижению стоимости в разумный диапазон. Это самое, на мой взгляд, правильное решение на перспективу среднесрочную. Соответственно, мы увидели по ним коррекцию 65%. Сейчас я могу сказать, что они стоят недорого. То есть они уже в адекватных ценах находятся и соответствуют тем потенциалам бизнеса, роста бизнеса, которые есть на горизонте одного, двух, трех лет. Вот такая вот ситуация по полупроводникам. Так, от Аллы вопрос. Добрый день, Денис. Интересно, компания МПВ и... Так, и ФВФЦ. Отличные дивиденды. Это Виши или ошибаюсь? Нет. Очень существенная просадка. И спасибо за разбор моей прошлой идеи. Давайте посмотрим. МПВ тоже такие активы. Я смотрю, не часто встречающиеся. Скорее всего, это рейты. Поскольку дивидендная доходность очень высокая. Да, это рейты. Так, Медикал Пропертис, Траст. Они хорошо упали. Вот особенно медицинские. Я тоже смотрю, в целом рейты очень сильно сократились в стоимости. Визуально недорого. Очень дешево, я бы даже сказал, стоит. По балансовой стоимости дешевый. По отношению выручки к капитализации. Очень дешево стоит. Но есть ожидание снижения финпотока на будущий период. Так, и по дивидендам 11%. Очень высокая дивидендная доходность. Неплохие показатели роста за предыдущие периоды. Скорее всего, тут доп. эмиссия должна быть. Да, существенная дополнительная эмиссия. Но это не беда для рейтов, поскольку они таким образом привлекают денежные средства. Два доллара в настоящее время на акцию закрывают. 1,6 миллиарда у них идет выручка. Чуть в районе стандартной волатильности они находятся. Но вот вы знаете, что могу сказать. Ну, такая стагнационная составляющая, конечно, на будущих периодах. И, ну, пожалуй, угрозы дивидендов я здесь не наблюдаю. Давайте посмотрим дальше, что перспективы роста нет, это безусловно. Но и компания, которая платит 11% дивидендов, хорошо, когда она их просто-напросто стабильно платит. Там уже не говоря о том, что она еще и расти будет на 15-20%. Такого волшебства не бывает, поскольку, собственно, все рационально в рынке. До этого неплохо возрастала выручка у нее. Ну, я думаю, такое снижение, конечно, на снижении потенциалов. Потому что вот этого широкого развития компания больше не ожидает на ближайшие перспективы. ФФО тут росло, но вот она больше не будет такими темпами расти, будет в стагнационный период. Ну, в принципе, в стагнационный период с 11% доходностью заходить не так плохо, особенно если налог всего 10%, а не 30%. Долговая нагрузка достаточно стабильна у компании. Тут тоже никакой проблемы нет. Операционная прибыль выросла в два раза. Это замечательно. Это говорит о здоровом развитии бизнеса. Долг тоже увеличился. И что подолгу у нас покрытие? Ну, покрытие слабоватое, но если, в принципе, учитывать то, что деньги в компанию поступают стабильно, тут больше и не надо. Там обычно покрытие операционной прибыли, долговой нагрузки, оно в рейтах не очень высоких объемов. Потому что бизнес такой, это недвижимость, он консервативный. Количество активов, то есть активно они приобретают новые объекты. Это в основном берут деньги из дополнительной эмиссии. И, собственно, капитал у них тоже замечательно растет. Покупают бизнес, опять же, за счет в основе дополнительной эмиссии, которая составляла в среднем 17%. То есть ее бояться не стоит. Это негативно влияет на прибыль на одну акцию, потому что количество акций размывается. Но, в общем-то, это неплохо. Выглядит компания нормально. Свободный денежный поток растет, активы растут, выглядит нормально управляемой. То есть тут я бы не обозначал каких-либо проблем, кроме как ожидания стагнации. И, как уже говорил выше, собственно, когда обсуждали индустрии, которые могут быть интересными, я обозначал рейты в первую очередь. Собственно, это рейт стоит дешево. Это компания стоимости в настоящее время. Она торгуется. Вы одну, значит, один доллар фактической собственности компании, какого-то объекта недвижимости, вы сейчас можете купить за 70 центов. То есть 30% дисконт. Вы не платите сверху, как обычно Microsoft или там какой-то Nvidia, например. Там большой еще сверху идет наценка на фактическую стоимость. То есть вы здесь в плане данного рейта покупаете с дисконтом за большим 30%. Для американской компании это дешево. То есть это компания стоимости. Но здесь стагнация планируется. По дивидендной доходности значительных угроз я не вижу. Но при, в общем-то, они в формате единовременных статей будут деньги на что-то тратить. Может быть на какие-либо приобретения, расширения. Ну, здесь я, в общем-то, ничего плохого в данной компании не вижу. Стоит дешево. И вполне есть перспектива восстановления. Может еще попадать на увеличение ставок. Потому что рейты, это ребята, очень сильно загруженные долговой нагрузкой. Мы все понимаем, что если приобретать недвижимость, это очень дорого. И маржинальность данного бизнеса, если обобщенно говорить. То есть купили квартиру там за 10 миллионов, например. Вы ее за год не окупите, как, может быть, в IT-бизнесе или в каком-либо другом. То есть на расширение всегда требуются деньги. И деньги приличные. Потому что недвижимость стоит дорого. Соответственно, увеличение ставок, конечно, непосредственно влияет на рейты. Потому что им с этими ставками работать. И они в дальнейшем не сократят значительным образом свою долговую нагрузку. Им придется работать по тем ставкам, которые будут в рынке. И ближайшие перспективы для них, ну, это тяжеловатые будут. Много денег будут отдавать как раз-таки на обслуживание своих долгов. Но в целом тут нормальная компания. Давайте кратенько еще посмотрим ВФЦ, чтобы на рейтах долго не останавливаться. Так. ВФ Корп. Так. Чем она занимается? Это ритейл аппарель аксессуары. Так. Это другое уже направление. Здесь мы будем ее смотреть несколько иначе. Ожидается увеличение финпотока в будущем периоде. Довольно-таки недорогая по выручке. Выручка у нее хорошая. По балансовой стоимости здесь уже платим с наценкой. Байбэк. Неплохая дивидендная доходность. Так. Она у нас 11 миллиардов долларов капитализации. Но не очень маленькая компания. Так. 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 Давайте ее посмотрим. Нарастила долговую нагрузку за последние периоды. Значит. Но по выручке тут тоже. Некоторый плюс. Скорее всего мы в балансе увидим приобретение какого-либо бизнеса. И то, что на него взяли денежные средства в районе 2021 года. Поскольку выручка выросла вместе с долговыми обязательствами. Скорее всего в балансе есть приобретение 2,5 доллара в настоящее время. Ну в общем-то. Что я могу сказать? По форвардным показателям 10. С учетом. Ну это выглядит дешево. То есть давайте еще дальше посмотрим. Выглядит компания достаточно дешево. Ее очень сильно распродали. Может быть там какой-то новостной фон негативный по ней. Или она отчиталась плохо. Давайте. Кратенько тоже это дело посмотрим. Что с ней произошло. Я эту компанию раньше не встречал. Почему она так улетела вниз? Надо смотреть. Отчитывалась последние периоды. Она так себе может быть снизила прогнозы на будущие периоды. Ну если бизнес стабильность, руководство хорошее, то такие моменты можно оценивать как временные события. Поскольку в любом случае выплывет, если хороший директор, хороший состав руководства, перспективы. Вот свободный денежный поток у нее падает в последнее время. Это не очень хорошо. Операционный денежный поток падает. Это такие предвестники сложностей. Когда вроде бы у компании все неплохо, по чистой прибыли, там все здорово. Вот эти моменты служат опережающими в предстоящих, может быть, проблемах. Долговая нагрузка у нее достаточно высокая. Здесь она мне меньше нравится, гораздо чем предыдущий наш медицинский рейд. Там гораздо более все позитивно, скажем так. Есть, да, стагнационные моменты, но ввиду рецессии это не так страшно. А здесь вроде бы она так хорошо планирует развиваться. Но что-то я ей, исходя из тех данных, которые вижу, я не очень ей верю. Проблемы с долгами нет. Видимо, долги длинные у нее. Там больше, чем десятикратное покрытие операционной прибыли долговой нагрузки. С долгом проблемы, ну, навряд ли бы я ожидал. Но, скорее, проблема будет заключаться в перспективах именно самого бизнеса. Бумажная прибыль, может быть, у нее будет и хорошая. Но, фактически, я бы здесь, значит, уже задумался. Рост обязательств превышает рост активов. Это не очень хорошо. Вот приобретение бизнеса 2 миллиарда долларов. 2021 год, собственно, который я обозначал. 2 миллиарда долларов. Это на секундочку 20% от капитализации. Поэтому компания вложилась в приобретение одного из своих конкурентов. Ну, это новостной фон нужно смотреть. Нам название-то не суть важно. Самое главное – финансовые результаты. Поэтому активы у нее выросло. Выросла выручка. Но вот операционная прибыль у нее сократилась. И сильно падает свободный денежный поток. Я бы эту компанию не приобретал. Нужно прям подробно ее смотреть в формате, там разбирать и оценивать, и что у нее внутри происходит. Но мне вот эти вот показатели, они какого-то удовлетворения не предлагают. Я бы такую компанию не купил, иначе бы я за нее переживал. Там все что угодно может произойти. И вот эти вот данные, они все-таки не очень хорошие. Операционная прибыль мне больше всего не нравится, что значительным образом снижается. Наверное, других, может быть, крупных инвесторов это тоже смущает. Потому что компания летит вниз и стоит уже значительно дешевле, наверняка, чем исторические показатели. Ну да, собственно, здесь, можно сказать, медиана в районе 30 ПЕ. Это было бы нормально для этой компании. У нее потенциал развития 20-30% обозначенный в чистой прибыли на одну акцию. Но компания уже торгует с формными показателями в районе 10 и не спешит восстанавливаться. Да, какой-то отскок по ней, безусловно, произойдет. Безусловно, она сейчас недорогая, высокая дивдоходность. Но что-то с бизнесом там неладно, нужно разбираться. Эту компанию я бы не приобретал. Так, давайте дальше. Вот 7 лайков. Ну давайте зачитаю, поскольку уже начал. От Игоря. Денис, здравствуйте. Следите ли вы за компаниями малой капитализации? Возможно ли найти будущий Apple или Amazon в самом начале их становления? Или такой подход больше похож на лотерею? Вы знаете, интересные компании малой капитализации, безусловно. Я такие компании обозначаю как венчуры, но всегда в них закладываю. Именно не то, что маленькая компания, значит венчур. А именно венчур это та компания, которая уже показывает прибыль или вот-вот ее покажет. То есть у которой есть фактический продукт с фактическим развитием. Таких компаний достаточно много. Ну тот же самый АПС, Digital Turbin, например, та же самая компания. Вот она интересна. Вот она может стать будущим Apple или Amazon. Но я что хочу отметить, что несколько извратилось представление инвестора в последние годы по таким компаниям. Они скупались пачками и росли огромными темпами. Были компаниями-ракетами. То есть сейчас самое главное на такую ракету в высокой цене не попасть. Чтобы на эту ракету не попасть с огромными ценами, нужно анализировать эту компанию. Нужно ее оценивать и понимать, дорого она стоит или дешево. Будущее это Apple или это просто пустота, обернутая в фантик и распиаренная где-то там в средствах массовой информации. Там у каких-то блогеров и так далее. Почему извратилось о них впечатление? Потому что в них очень сильно вдвали деньги. И было такое понятие. Инвесторы, которые в рынке уже хотя бы 2-3 года. Многие смотрят канал тот же самый. Я обо многих компаниях говорил как о ракетах. А собственно данные приводил, что этот бизнес просто-напросто столько не стоит. Какая-то данная компания, вот ее потенциалы бизнеса, ее текущая стоимость, балансовая по прибыли и всему прочему. Она стоит каких-то космических денег просто. Инвесторы в виде ее рост в котировках особо не рассматривают стоимостные характеристики, стоимостные показатели самого бизнеса. Они думают, если она растет, значит надо брать. Но это опять же принцип трейдинга тот же самый. Если компанию покупают, значит ты тоже должен покупать. Там где-то растущий тренд и все прочее. Там многие трейдеры туда же попадают. То есть это начинающий инвестор, он по сути как бы начинающий трейдер. Это такая помесь определенная. Соответственно эти компании использовались для того, чтобы собрать деньги с людей. Их разгоняли в ценах. Туда огромное количество инвесторов, трейдеров заходило. Потом котировки просто обрушались. И манипулятор он по своей средней выходил в хороший плюс. Много компаний малой капитализации интересных. И с хорошими прибылями, с хорошим продуктом, с хорошими перспективами. В них повышены риски, повышена возможность увеличения дохода. Но все-таки многие из них еще остаются в высоких ценах. Вот зачем покупать будущий Амазон, например, когда можно купить Амазон нынешний, который имеет потенциал роста в районе 30% в год по цене. Потому что компания действительно развивается на эти 30% в год по бизнесу. Ну и как следствие, его котировки также могут расти на 30% в год. В то же время, если смотреть на потенциальный Амазон, какую-нибудь компанию, там XXX, например, которая тоже может стать Амазоном, она как бизнес торгуется в разы дороже, чем Амазон. А вырастет ли она на 30% в год, остается вопросом. И это еще следствие и корешки, скажем, веточки, которые остались от той проблемы раздувания и ракетизации этих компаний. То есть они в полной мере еще не все снизились. Ну вот, который Апс привел компанию в пример, вот она интересная, допустим. То есть не в формате там приобретения. Тоже она может упасть, у нее может что-то не срастись, она маленькая. То есть ее продукт не является глобальным, ключевым там для каких-то индустрий, устойчивым, монопольным, может быть, если так вот можно выразиться. У Амазона меньше рисков в этом отношении. Ну вот надо вот этот баланс рисков смотреть. Много маленьких компаний. Главное оценивать правильно эти компании. Ведь огромное количество G1 Терапевтикс, там эти компании, не знаю там как этот, Virgin Galactic, там какие-то вот эти сказки про какие-то полеты там в космос с роботами, там это все, значит, раскрутят, начнут разгонять котировки, все, инвесторы залетают туда. Потом это все падает там на 90-95%, и манипулятор остается в плюсе. То есть такие компании надо исключать, и это несложно сделать. Это же показатели бизнеса, они же налицо. Хотя бы элементарно прибыль, выручка, там перспектива, балансовая стоимость. Посмотреть, что предлагается, ну в базовой комплекте хотя бы вот, приобретение там не вдаваясь подробностей, там индустрии, каких-то нюансов. Поэтому в лотерею это не превратится, но инвестор должен осознавать, что покупая маленькую компанию с повышенной возможностью роста, он за эту возможность роста несет риск. Все сбалансировано. Нет такого, чтобы что-то купить, например, во что-то инвестировать, оно максимально будет надежно и максимально доходно. Ни в коем случае. То, что максимально надежно и доходно, оно начинает покупаться и приходит к тому балансу равновесия, которое, собственно, соответствует тем рискам. Наиболее надежные компании стоят дороже, наименее надежные стоят дешевле. Это плата за риск просто-напросто. Поэтому тут оценка компаний. Всегда говорю, что самое важное для инвестора это, пожалуй, уметь смотреть активы, уметь смотреть потенциалы бизнеса, сколько компания может стоить фактически, раздута она в цене, как она соотносится со своими конкурентами, и тогда все довольно прозрачно в отношении с темосном, и стоит ли в ту или иную компанию заходить. И это, в принципе, не очень-то и сложно. То есть к этому просто нужно иметь расположенность, готовность к обучению какому-то, к вниканию в определенные параметры. Я уверен, что это максимально перспективно, поскольку это будет идти с инвестором всю жизнь, вот этот вот момент. И инвестор не будет каждый раз задаваться вопросом, вот какая-то компания, не знаю, G1 Therapeutics или там Bluebird какая-нибудь, стоит в нее залетать или не стоит, ее рекомендует, все в нее запрыгивают. А своей головой всегда можете зайти в финансовую составляющую, посмотреть пустышка это или перспективный бизнес. Соответственно, такие моменты делал на этот счет. Раньше по оценке и анализу компании, у меня было предложение по обучению, это условно говоря очная онлайн, занимались с ребятами, надеюсь, что принесло свои плоды сейчас. Кто очень интересуется и хотел бы более глубоко зайти в оценку компании, есть курс, который записан, исходя из опыта очного общения, какие инвесторы задают вопросы, что интересно, какие моменты следует объяснить более подробно. Там курс записан, и в любой момент времени можно его пройти. Не в формате рекламы, это действительно кто желает заниматься, я уверен, что это очень хороший потенциал имеет. Так, давайте к следующему вопросу перейдем от Юка. Доброго времени суток, Денис, как на ваш взгляд перспективу у Титан Машинерии из промышленного сектора? Спасибо большое за вашу помощь. Вот первый раз слышу эту компанию, и у инвестора тоже может вопрос возникнуть, вот стоит заходить или не стоит, давайте вместе посмотрим частично в формате какого-то небольшого разбора о Титан Машинерии. Что это за компания? Кстати, напишите в комментариях, кто финансом пользуется, финанс перестал открываться, то ли это блокировка прошла, так же как биржа УКХ не открывается, интерактив брокерс не открывается, со стороны Российской Федерации финансы, либо он перестал работать. ВПН не пользуюсь, наверное придется уже его приобретать и устанавливать на ноутбук, на телефон, пока этого не делал, но просто на всех ноутбуках, на телефонах он у меня открывается. Напишите, открывается ли у вас дело в блокировке или нет, поскольку тоже достаточно удобный ресурс для просмотра данных по компании. Он более такой глубокий, новичку с ним будет несколько тяжело, но в общем-то он достаточно хорош. По Титан Машинерии. Так, американская компания, очень маленькая капитализация, риски высокие. Значит, давайте посмотрим, что она индустриальная. Значит, у нее индустриальный сектор. Так, долговая нагрузка, с долгом проблемы у нее никакой не возникает. Скорее всего, мы здесь потенциалов не увидим, их нужно смотреть либо на финансе, либо в отчетах компании. Недорогая, хорошая выручка. Бизнес имеет место быть. То есть это не ракета, не какой-либо обман, замануха. Бизнес у компании ведется, небольшая дополнительная эмиссия по активам. Но бизнес очень низкомаржинальный. Какая у него маржа, мне интересно посмотреть. То есть он несколько... Чистая маржинальность, у него 4,5%. Это тоже такой дополнительный фактор риска. Нужно смотреть по конкурентам. То есть уязвимое это положение для конкретной компании или нет. Долговую нагрузку снижают, объем кэша увеличивают. Говорит о том, что компания, в общем-то, управляется. То есть там не человек сидит, который ничего не понимает, что он делает, а не на фоне увеличения ставок. Были предупреждены. Мы об этом еще говорили в районе 2020-2021 года. Соответственно, готовятся к тому, чтобы не попасть в сложную ситуацию. Так. Байбэка нет. Дополнительная эмиссия постоянно. У нее собственный капитал возрастает. Активы возрастают. Ну, живая компания. Тут ничего не скажешь. Она действительно работает. Нужно смотреть, чем занимается. В полной мере, какая продукция идет на выпуск у нее. Да, мы здесь не видим финансовых прогнозов на предстоящие периоды. 3,8 доллара сейчас зарабатывает. Нужно, конечно, смотреть отчет, что они планируют и какие у них есть моменты для развития на предстоящий хотя бы год-два. Здесь этих данных нет. То есть, Гуруфокус не подгружает. Это довольно-таки важный момент. Но вообще, исходя из общей динамики, такой у них циклическая циклическая индустрия. Операционная маржинальность сейчас хорошая. Так, по долгам они держат долги в определенной узде. С этим проблем не возникает. Тут операционная прибыль здесь растет. Это мне нравится. Компанию, которую мы смотрели из сектора ритейла, от которой я бы отказался, выше вопросы были, у нее наоборот операционная прибыль падает. А это ведь важный момент в продажах. То есть, здесь это дело развивается довольно-таки неплохими темпами. Сказать, что я бы эту компанию там уже купил, пожалуй, нет. Нужно смотреть ее подробнее. Активы растут. Активы – это генератор прибыли, который позже, после вложений, даст увеличение выручки и прибыли по собственному капиталу растет. Обязательства меньшими темпами наращиваются, чем активы. Это хорошо. Вкладываются средства в основные производства. Здесь копеечки, но сама компания – это 650 миллионов долларов. Это надо понимать. Нормально вкладывается, кстати говоря, 5% от капитализации, 3% от капитализации вкладываются в год в расширение и покупаются. конкуренты, тоже выделяются денежные средства, там какие-то небольшие производственные объемы, но опять же компания довольно-таки маленькая. Свободный денежный поток достаточно стабилен. То есть по финансовому состоянию компании здесь проблемы я не вижу никакой. Нужно смотреть перспективы какого-то значимого интереса. Она что у нас по дивидендам? Она не платит дивидендов? Ну, я бы, наверное, не покупал эту компанию. 7,8 в настоящее время соотношение цены к прибыли. Тут как бы впечатляющего ничего нет. Скорее всего будет некоторая стагнационная составляющая. Да, она недорогая, да, она нормально управляется, но какого-то явно ростового потенциала, хотя бы с динамикой там 10-15 процентов в год я здесь не наблюдаю. Опять же нужно смотреть, что она там запланировала на ближайшие периоды, какой у нее итог 22-го года она ожидает. дивидендов она не платит и сильно как бы ростового момента в ней я не вижу в совокупности с малой капитализацией, а это всегда риск, нежели плюс. Мне бы компания все-таки неинтересна была субъективно, хотя еще раз скажу, что проблемы у нее нет, просто-напросто я бы, пожалуй, внимания не обратил и посмотрел бы внимание, обратил на ее конкурентов. Наверняка из индустрии найдется более интересные варианты. Так, вот Юлия, следующий вопрос. Добрый день, рейты улетели далеко вниз. Американ Тауэр и Риал Тинка можно подбирать или подождать пару месяцев. Спасибо за ответ. Но вот по Американ Тауэр часто возникали вопросы. Она у меня находится в избранных, в настоящее время в портфеле ее нет, но я на нее поглядываю. То есть Американ Тауэр и Кроун Кассел такие вот конкуренты два, они у меня рядышком здесь, как видите. Я в клубе публиковал информацию о том, что она подошла к уровню поддержки в среднесрочной перспективе. Она интересна на покупку, то есть кто не хочет потерять, сейчас прогрузится, ну где-то 196 по-моему уровень поддержки у нее был. В среднесрочной перспективе или в долгосрочной перспективе те, кто не хочет потерять возможность входа в данную компанию, ее могут купить либо долгосрок, либо среднесрок до трех лет. В краткосрочной перспективе я обозначал, что возможно продолжение снижения, потому что ничего не закончилось, ставки поднимаются и в общем-то ФРС активы продолжает изымать из-за рынка. Соответственно, в общем-то и вам дублирует то же самое. Среднесрок, долгосрок интересно, по ближайшим перспективам пока компания продолжает снижение. Следующий хороший уровень это 174 доллара, не факт, что он к нему придет, если позитивчик возникнет, то ее откупят и она пойдет вверх. То есть рейты, как я уже в начале ролика говорил, и мне в общем-то отрадно, что большое количество вопросов по рейтам, потому что инвесторы, на мой взгляд, это показатель грамотности инвесторов, тоже обращают внимание именно на эту индустрию, потому что она значительно снизилась, компании собственно остались в интересе, но цена на них более низкая, я их для себя отмечаю как наиболее интересные в потенциалах в настоящее время, но опять же стратегию надо выбирать в зависимости от какой стратегии мы отталкиваемся, и замечательные точки входа появляются, может быть и 174 доллара покажет, это будет великолепная цена, скоро отчет 27 октября, кронкастл собственно у них аналогичная ситуация они подходят к следующему уровню, тоже можно их рассмотреть на 130 этот уровень будет отчитываться 19 октября, пожалуй перед отчетами я бы их не покупал, они могут снижение прогнозных своих показателей обозначить, что делает максимальное количество компаний сейчас, ну так на вскидку процентов 80 компаний снижает свои потенциалы и процентов 20 оставляют их без изменений, либо там какие-то может быть позитивные моменты есть вроде байбэка или увеличения финансовых возможностей, поэтому процентов 70-80 вероятность того, что отчет будет ну не самый такой позитивный скажем так в настоящем рынке, то есть стоит дождаться отчетов по ним. По Realty Income я ее смотрел недавно, эта компания чем примечательна, тем, что она платит дивиденды ежемесячно и это очень интересно, давно ее не рассматривал эту компанию поскольку цена на нее была довольно-таки высока, ну условно говоря здесь какой-то вот такой вот уровень будет 56,4 я бы обозначил уровень, здесь область скорее всего поддержки, это верх этой поддержки, то есть вероятность того, что она снизится к 56,43 очень высока, это такие маркеры для рынка, для трейдеров, в общем-то если полетело вниз, то скорее всего на 56,4 спустится консервативная компания давайте ее тоже кратенько глянем перспективы должны быть здесь отражены она все-таки довольно крупная риалти инком посмотреть что они ждут 35 миллиардов долларов капитализация значит по ПЕ она достаточно дорогая но прибыль ожидается что у нее вырастет Price to FFO 16 это нормальный показатель для рейдов это показатель который применяется сугубо в индустрии рейдов дополнительная эмиссия 25% это тоже норма 5% див доходности у нее с ежемесячной выплатой вот это привлекает конечно в компанию что ее многие используют как пенсионную то есть не пенсию в России там получают 13 тысяч а например вложились в риалти инком и ежемесячно у них денежка приходит как пенсионная то есть это значительный такой интерес набрали долгов они здесь смотрю сейчас посмотрим тогда раз мы ее открыли что они купили что-то крупное я надеюсь купили иначе я скажу что она у нее сложности какие-то возникли я думаю что все-таки они купили что-то большое разогнали количество акций в обыкновенных обращений привлекли много денег и еще еще и долг дополнительно набрали то есть там видимо обликационные займы у них были 1 доллар так ну в общем-то здесь и развитие планируется выручки в прибыли и давайте посмотрим вот этот момент который я зачастую обозначаю как эффективность управления в таком широком смысле хорошо когда компания расширяется но главное чтобы она расширялась адекватно то есть затраченным деньгам был приход по прибыли и по выручке в первую очередь конечно по прибыли так количество активов да у нее скакануло количество активов что-то они купили аж на 20 миллиардов долларов они потратили что-то крупное так так акционер то есть мне эта компания нравится она очень адекватная FFO у нее растет все неплохо как они расширились вот при бизнеса здесь нет может быть они не кого-то купили они купили количество объектов увеличили нужно смотреть то есть не конкурента они купили но по активам у них есть рост два раза то есть они увеличили базу активов в два раза даже более чем в два раза то есть значит они купили ряд объектов не в виде конкурентов какой-то компании а в виде натурального продукта. Это может быть объем недвижимости был у них увеличен. Свободный денежный поток растет. Вообще по Realty Income года два назад снимал ролик, записывал, разбирал ее, смотрел финно-отчетность. И, насколько я помню, они очень гордятся этой компанией тем, что дают средний возврат на капитал. Они считали, что эта компания очень старая. Давайте все время посмотрим. Очень старая компания. Вот тут с 1995 года. Вообще они, по-моему, еще гораздо больше работают. Огромное количество лет у них. И средний возврат на капитал данной компании порядка 15% в год. Это они учитывают дивиденды и учитывают увеличение стоимости акций. То есть у нее, видите, как, если мы смотрим, такой глобальный масштаб кажется, тут крах, все пропало. Восстанавливается и дальше растет. То есть тренд у нее в любом случае ростовой. И эта компания она является интересной. Особенно по дивидендной стратегии. То есть развитие есть. Вот сейчас я еще раз пробежался. В этом убедился. То есть активы они наращивают, приобретают новые объекты, которые будут сдавать эти объекты, будут генерировать новые финансовые потоки. И эти приобретения эффективны, поскольку и активы растут, и выручка растет, и прибыль. Значит, они не просто деньги тратят на какую-нибудь недвижимость, которая там в чашатканевалка работает. Это недвижимость, которая является ликвидной. Ну, в плане там маржинальной, рентабельной и всего прочего. То есть тут другого я бы от Realty Income не ожидал. Это компания старая. И, в общем-то, они уже на этом не раз выходили. Так что интересно. Интересно. Обе компании, безусловно, интересны. American Tower еще пониже может сходить. Либо ее откупят при позитивных каких-то обстоятельствах рынка. Realty Income. Такой более консервативный актив. Интересная тоже компания. Так, давайте зачитаю. От Валерия Полонда. Денис, здравствуйте. Есть какие-нибудь новости по дивидендам от СПБ биржи? Нет, новостей никаких нет. Обещали октябрь-ноябрь. Это новый перенос. У них был сроков, насколько я помню, там, август или сентябрь. Они обозначали, что начнут деньги переводить. Но сейчас октябрь-ноябрь, поэтому никаких новостей пока нет. Дивиденды СПБ биржи не переводят. Ну, собственно, это еще один был такой момент в сторону взгляда все-таки в иностранного брокера. Уже хочется верить каждый раз, хочется доверять, хочется там где-то инвестировать в России, чтобы СПБ биржа получала доход, чтобы Газпром привлек наши инвестиции, там, какие-то другие компании, как-то одной большой общной семьей жить там в России, увеличивать там объемы экономики, производить какую-то продукцию, платить налоги, на которой будет медицина развиваться, но всегда все в дыру летит. Вот ничего не хочу сказать, это мое субъективное личное мнение. Я, наверное, не помню ни одного какого-то позитивного момента за достаточно большое количество лет. Ну, пожалуй, вот единственное, что приходит в голову, это материнский капитал, ну и, наверное, возврат НДФЛ по ИИСам, ну, наверное, эта ошибка была со стороны государства, потому что за инвестиции в американскую экономику нам налоговые деньги возвращало. Ну, это странно, я об этом не раз говорил, скорее всего, это ошибка, но из плюсов, наверное, материнский капитал. Все остальные решения были, ну, на мой, опять же, взгляд, они как-то негативно или нейтрально или негативно сказывались на кармане гражданина, инвестора. В общем-то, у меня такое вот уже некоторое состояние, желание все-таки уходить, наверное, финансами из юрисдикции Российской Федерации, потому что вот все время это происходит то заморозка, то дивиденды не платят, то какие-то манипуляции непонятные происходят в приобретаемых активах, какие-то активы внутри приобретаемой компании куда-то налево ушли практически за бесплатно, котировки улетели вниз. Это вот является нормой для юрисдикции Российской Федерации, поэтому такое мое субъективное личное мнение на этот счет. Так, справедливая стоимость AMD и Nvidia. По Nvidia, значит, я ее подробно рассматривал, но не стал определять справедливую оценку в деньгах, потому что, понимаю, компания сейчас интересную стоимость имеет, но не ясна и до конца ее перспектива в плане диверсификации, поскольку полупроводники, ну, в широком смысле Nvidia относятся к семикондукторам, к полупроводникам, в общем-то с этим там какая-то ясность определенная есть, что там будет не все гладко в предстоящие периоды, они уже свои лучшие времена прошли, денежек заработали, там котировки уже снизились. Еще второй момент, Nvidia, чем мне нравится вот в отношении с AMD, тем, что продукт ее более диверсифицирован, они разрабатывают различные технологии, ну, в очень таком широком спектре визуализации, графическом и полупроводниковом, то есть это интересно, но мне хотелось бы все-таки какую-то динамику по Nvidia еще рассмотреть, есть сомнения в том, что они могут развиваться на 30% в год в среднем по динамике роста бизнеса, будут или не будут, вопрос, если чисто по полупроводникам едва ли, если их технологии графических, там, моделирования и всего прочего, они будут иметь успех, то, в принципе, там и более широкий спектр возможен развития. Исходя из вот этого вот плана, который они сейчас имеют в целом, Nvidia имеет точки входа, ну, вот от текущих где-то от 125 долларов уже, ну, так прилично, интересно компания стоит. Если же будут скорректированы данные цели, то вопросы еще по Nvidia остаются, то есть она у меня в подвешенном состоянии. По AMD как раз вопрос возникал у ребят из клуба, я ее рассматривал и считаю, что она в настоящее время недооценена в районе, ну, 20, может, 25%. Примерно такой у меня был ориентир по AMD. Цена неплохая, есть потенциал, и сейчас она находится на уровне, но, опять же, вопрос к тому, будут ли ФРС большими объемами выкупать активы, то есть поснижаться она еще может. Недооценка в районе 20% это не гарантия того, что вот она сейчас возьмет, развернется и на 20% вверх полетит. Будет зависеть от рынка, от состояния рынков. Пока AMD я не приобретаю. Наверное, я бы все-таки в сторону Nvidia и посмотрел, ввиду большей диверсификации. Так, давайте уже больше часа, но еще вижу, что много лайков есть, вопросы с большим количеством лайков. Денис, расскажите, так, вопрос от Евгения. Денис, расскажите, пожалуйста, на каком этапе у вас проходит процесс по переводу юаней в интерактив брокер. В случае, если попросят в IB на выход, то какие будут способы вывода валюты в России и обратно. Процесс сейчас пока находится в стадии. Деньги в БКС направлены, приобретены юани на рубли, опять же, в БКС. Но процесс встал ввиду того, что, по словам работников БКС, праздники в Китае до 10-го числа и, несмотря на покупку на московской бирже, почему-то нельзя получить юань не только на биржевой счет, а, в общем-то, в фактическом режиме расчетов он не приходит. Обещали 10-го числа, что после праздников как раз-таки совершится это полноценное зачисление, можно будет перевести с брокерского счета на банковский счет и буду отправлять пробную партию юаней в Interactive Brokers. Соответственно, вот такой вот сейчас такой процесс затянулся как раз в связи с этими праздниками, поскольку 2-го числа я планировал уже отправлять юаней в Interactive Brokers, чтобы запустить этот процесс. А в случае, если попросят на выход, то скорее рассматриваю вариант открытия банковского счета и формирования договора банковского служивания с Казахстаном. Соответственно, буду рассматривать такие варианты, чтобы выводить денежные средства в Казахстан. Если же Interactive Brokers попросят на выход ранее, чем SWIFT-переводы могут быть ограничены, то деньги просто в БКС вернутся и это будет проще, скажем так. Если они деньги вернут, то тут уже какие-то другие возможности будут, исходя из той ситуации, которая будет в то время на фондовом рынке, на рынке недвижимости, золота, какие-то будем рассматривать дополнительные возможности. А так, альтернатива, это для меня Казахстан, поскольку Казахстан ближе, чем другие государства. В общем-то, там все системы функционируют без ограничений в настоящее время. Так, от Бина Лома вопрос, Шнадслайкова, давайте тоже на него отвечу. Здравствуйте, Денис, интересует фуицарская компания СТМ из полупроводников. Насколько, на ваш взгляд, она перспективна на покупки на средний срок? Давайте посмотрим. Я сдержанно отношусь к европейскому рынку, неоднократно уже об этом говорил. Навряд ли бы я эту компанию купил, хотя я ее даже не видел. Но давайте посмотрим. Нужно все-таки зрить на саму компанию. Но уже есть такой небольшой негативчик в плане рисков именно по европейской юрисдикции. Довольно-таки большая, 30 миллиардов долларов, недорогая компания, с учетом Европы, тех рисков, которые закладываются, ожидает хорошее увеличение прибыли для данных позиций в плане перспектив, которые по мультипликаторам можно оценить, недооценена по ПЕК, показателю капитализации к выручке и по балансовой стоимости. Не дешевая, но оправдана возможным увеличением финансовых потоков. Что-то, мне кажется, я ее смотрел уже, эту компанию. Дивидендов практически она не платит. В последнее время хорошо развивается в прибыли с выручки. Деньги получает за счет дополнительной эмиссии в основном. То есть у нее ключевой тот момент был в районе 2016 года, когда она начала наращивать свои активы, развиваться активно. 14 миллиардов в настоящее время зарабатывает, 3 доллара на акцию. Ну и, в общем-то, перспективы у нее сейчас достаточно сдержанные. Так, давайте ее посмотрим. В принципе. Так, почему тут такая разница большая? 3. Так, хороший будет. Но это уже заложено в цены, то, что в 2022 году ее прибыль вырастет на 30%. То есть были сложности, понятно, там где-то в 2021, к примеру, году. Но, так, давайте посмотрим СТМ, что у нее в ценах. Я бы сказал, что она визуально недооценена, но не сказал бы, что там как-то сильно в этом объеме, за сколько она обычно торгуется. Но ее обычный рост финпотоков, он был значительно выше. То есть, в целом... В целом, да, она выглядит недооцененной. Я бы сказал, тоже процентов на 15, на 20. 15 на 20. Ну, есть позитив определенный, конечно, у инвесторов по отношению к данной компании. Неплохие объемы на приобретение данного актива. Ну, скорее она в рост, чем не в рост пойдет. Я бы сказал, что она недооценена в районе 40 долларов, может быть, 38 долларов. Для нее поставил адекватную оценку. Ну, 20-25 процентов. В общем-то, есть определенный позитив в данном активе. Но дальнейшие перспективы полупроводниковой отрасли я уже озвучивал. И тот потенциал, который ожидается в среднесрочной перспективе порядка 10 процентов по прибыли, он не очень высок. Если она до 40 долларов дорастет. То есть, какого-то значимого роста, скажем так, я бы по ней не ожидал. Наверное, восстановление к разумным ценам, но не более того. Там чего-то значительного прямо-таки я бы не ожидал. И процентов на 8. На 8. За счет выручки 8-10. Ну, вот, наверное, так. Да, в настоящее время в недооценке 20-25 процентов. Но дальнейшего такого развития, как здесь, не будет, на мой взгляд. То есть, да, она здесь росла, потому что был дефицит полупроводников. Там, в общем-то, все скупалось за огромные деньги. Производство автомобилей где-то вставало. Ну, или объемы снижались, потому что не хватало полупроводников. В компании полупроводниковой очень хорошо зарабатывали. То есть, такого роста я бы от нее не ожидал. И ей не свойственно выкупать свои активы там за счет байбека, чтобы она развивалась, потому что это тоже могло стать драйвером роста. Но едва ли это станет драйвером, поскольку тут не все так позитивно. Так, ну давайте еще один вопрос. Вот от Алика Белла. Уже час десять сегодня с вами. С удовольствием прямой диалог всегда записываю. И время пролетает крайне быстро. Так, прорабатываете ли вопросы пополнения счета интерактив брокер с криптой? Если да, как выглядит цепочка? По крипте не прорабатываю вопрос пополнения счета. На мой взгляд, крипта имеет место быть. Все замечательно. Но, как правило, если пользуемся цепочками рубль, крипта, перевод крипты в интерактив брокер, с примеру, может возникнуть достаточно большая комиссионная составляющая. Смотрел. Возможности перевода денежных средств из России в Казахстан, поскольку рассматривал возможность приобретения недвижимости в Казахстане. Цены замечательные. Я бы с удовольствием хорошо вошел в недвижимость Казахстана. Объекты бы частично в России реализовал, купил бы в Казахстане. Это снизило бы риски военно-политические, политико-экономические, риски снижения рубля и во многом другом. Но для приобретения недвижимости требуется вид на жительство. Это несколько сложнее. То есть просто так нельзя приобрести. Да вообще в странах СНГ довольно сложно приобретать недвижимость, как выяснилось. Значит, просматривал вопрос перевода денежных средств в Казахстан. Ну, соответственно, тенге является валютой Казахстана. Каким образом это сделать? С минимальными комиссиями, с минимальными проблемами. Рассматривал различные ролики, мнения. И, честно сказать, очень удивился, что там один человек, который занимается бизнесом, он порекомендовал через криптовалюты, через сеть обменников BestExchange. Я с этим обменником тоже работаю в плане криптовалют. Переводить таким образом через криптовалюту. И я посмотрел, комиссия составит. То есть, есть биржевой курс, он примерно сейчас за 1 рубль 7,6 тенге. Мне, соответственно, хотелось бы иметь возможность приближенно к этому курсу переводить, например, купить тенге, перевести тенге в казахстанский банк, заплатить там 1-2%, может быть. Ну, и снять уже там налички, что-то в этом роде. Рассматривал подобные моменты, особенно если приобретать все-таки недвижимость, суммы приличные, и даже 1-2% это накладно. Но посмотрел, как переводит человек, и посчитал, что разница с биржевым курсом в 20%. Ну, то есть, на мой взгляд, это какое-то экономическое безумие переводить денежные средства и платить комиссию в 20%. То есть, вот эта вот, та цепочка, которую он обозначил, в итоге человек получает 6,7 тенге за 1 рубль при биржевом курсе 7,6. Это, конечно, очень дорого. Может быть, с Interactive Brokers будет что-то попроще, но, как правило, если рубль заводить, то, может быть, через систему P2P Binance надо посмотреть. Напишите, если есть действительно такая возможность, может быть, какая-то система уже обкатана с какими-то минимальными комиссиями в районе 1-2%, ну, пусть 3%, то было бы интересно. Если это 15-20% или 30%, конечно, смысла пополнения Interactive Brokers я бы для себя не нашел. Так, ваши действия со средствами на Interactive Brokers, когда всем российским банкам ограничат доступ к SWIFT, ну, собственно, об этом говорил выше, это открытие счета в стране СНГ, для меня это Казахстан, люди открывают в Грузии, в Узбекистане, в Таиланде, в других странах, и возможно, перевести туда эти средства. Если же просто SWIFT ограничат деньги, которые будут находиться в Interactive Brokers, пусть там и находятся, это инвестиционные средства, которые, ну, в общем-то, не для меня, не должны большой ликвидностью обладать. Я понимаю, что система взаимодействия с Interactive Brokers, она сейчас не предполагает возможности там движений, вывода, ввода, быстрого, там, бескомиссионного, как это было с российскими брокерами, почему они мне и нравились. То есть, любые необходимости, я захожу в Тинькофф, тут же в секунду продаю какие-либо активы, и у меня через три секунды, уже условно, через 10 секунд у меня уже на карточке деньги. Понятно, что если заводить деньги в международного брокера, нужно понимать, что их так просто не завести, их так просто не вывести. То есть, готов оставить в инвестиционных целях, работать дальше с фондовым рынком в хороших ценах, а если же попросят закрыть, то да, тогда уже придется, если SWIFT не будет заблокирован, возвращать деньги в БКС, в Райфайзен или в другой банк, с которым переводились деньги, либо счет в иностранных юридициях. По смене резидентства, вот открытие банковских счетов, да, об этом сказал, а по смене резидентства едва ли, если вдруг все-таки возникнут более негативные обстоятельства, чем в текущее время возникают в России, то есть можно это легко представить, то буду рассматривать, хотя там уже, как говорится, Казахстан, Грузия, они не резиновые и довольно сложно найти жилье, наверное, проще там купить жилье, чем снять его в аренду, но вот позиция казахстанских властей такова, что приобретать недвижимость может человек только с ВНЖ или с гражданством, в принципе рассматриваю такие моменты, надеюсь все-таки остаться в России, что ситуация изменится в какую-то положительную сторону, прежде всего в сторону завершения вот этих политических конфликтов, придет определенная трезвость, не будем на эту тему говорить, поскольку говорить на эти темы лучше не стоит в плане законодательства, но рассчитываю, что в России все, в общем-то и в других странах в Украине, в европейских странах снова придет мир и порядок и мы будем вспоминать об этих временах, но не более того. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, что информация была полезна. Если требуются подборы активов для инвестиционного портфеля, контакты есть в описании. Также напомню, что есть курс по оценке и анализу компании, есть курс по поиску инвестиционных идей. Если инвестор интересно развитие в этом направлении, я уверен, что будет достаточно удобно. Курс в записи с учетом потребностей, с учетом возникающих вопросов, без ограничения срока действия всегда инвестор сможет к нему обратиться, посмотреть и спокойное время для себя это все дело, материалы обработать. Всем удачи в инвестициях, самое главное здоровья вам и вашим близким, мирного неба, всего доброго, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...